Завершилась первая подгодавительная неделя перед Великим Постом, называемая в церковном обиходе недели о мытаре и фарисее. Мы с вами стоим в преддверии второй подгодавительной недели, недели о блудном сыне. Она строится вокруг евангельской притчи, широко известной, замечательной евангельской истории о двух сыновьях одного отца, младший из которых еще прежде смерти своего родителя, попросил разделить имение и, взяв причитающуюся ему долю наследства, удалился в далекую страну, где жил весело, беззаботно и даже, как повествует евангелист, распутно. И в скором времени разорился, пережил, перенес лишение, нужду, голод и предательство со стороны вероломных друзей, прежде привлеченных к нему неправедным богатством. И вот в какой-то момент, встрепенувшись, придя в себя, этот сын, называемый евангельским языком блудным сыном, то есть заблудившимся, потерявшимся на чужбине, он осознал, что напрасно, зазря погибает, пропадает от холода и голода здесь, в далекой стране, посреди чужих ему людей. И он понял, как он обидел своего отца, что предал его любовь и заботу, предал все те родственные и близкие отношения, которые между ними были. Но, несмотря на это, он помнил о своем родителе и надеялся, что тот тоже не забыл его, что тот не отрекся от него и примет его хотя бы в число своих слуг. И вот он собрался с духом и мужеством и решился вернуться. Отец действительно радостно выбегает ему навстречу, обнимает, велит собрать большой пир и радостный праздник в честь его возвращения, велит принести прежние одежды, чтобы сын почувствовал себя действительно родным в своем доме, не наемником, не слугой, не работником, а что он по-прежнему является дорогим для своего отца и для всего семейства. И вот эта притча своей главной идеей говорит нам о том, что каждый человек, несмотря на свои заблуждения, ошибки, прегрешения, всегда остается дорог Богу. Что было, то было, но, несмотря ни на что, мы все дети Божии, и мы ценны и дороги в его глазах. Вот с таким призывом опомниться, встряхнуться, начать выйти на поиск Бога, начать искать пути к Нему, искать пути собственного исправления и перемены к лучшему, вот к этому призывает нас Евангелие в одну из подготовительных недель, неделю о блудном сыне, накануне Великого Поста. Третья, заключительная неделя перед Великим Постом, носит в церковном календаре название «Неделя о страшном суде». И само это название для каждого человека, наверное, звучит грозно и предостерегающе. Каждый из нас старательно избегает мыслей о смерти, а тем более о каком бы то ни было загробном воздаянии. Во многих культурах тема смерти и вовсе табуирована, исключена из повседневного осмысления, обсуждения и речи. Церковь же из года в год неустанно напоминает нам о том, что каждый из нас не вечен, что смерть у любого из нас, в том числе и у меня, не за плечами, и что любому человеку рано или поздно стоять перед Творцом с ответом за врученную нам жизнь, за вверенные нам годы. Но в евангельском фрагменте, описывающем, как и за что будет спрашивать с каждого человека Творец миров на последнем страшном суде в конце времен, есть обнадеживающие и очень важные для каждого христианина слова. Христос говорит, обращаясь к людям, Когда же люди с недумением вопрошают Христа, «Господи, когда же мы могли Тебя видеть и когда мы могли благодетельствовать Тебе?» Или же, наоборот, те, к кому обращаются гневные слова Христа, что они ничего этого по отношению к Нему не совершили. И тоже в ответ на их недоумение, «Мы бы с радостью послужили Тебе, Господи, но мы ведь не видели Тебя в жизни, не встречали Тебя ни в каких злоключениях, и потому-то не оказали Тебе никакой помощи, а, вероятно, увидев, не прошли бы мимо». И вот в ответ на все эти недоумения и вопрошания Христос подытоживает замечательными словами. Он говорит, что вы сделали для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали. И наоборот, то, чего не сделали одному из меньших братьев моих, того не сделали для меня. Оказывается, что все, сделанное нами по отношению к окружающему миру, к людям вокруг нас, Бог принимает на свой счет. Это одно из ключевых и основополагающих евангельских открытий. Для меня лично точно было таковым. Бог принимает все на свой счет, что мы сделали для людей вокруг себя, как доброе, так и дурное. Эту принципиально важную истину церковь вновь и вновь, из года в год, не устает напоминать нам в последние дни перед Великим постом, что каждому из нас рано или поздно отвечать за каждый прожитый день и за все то, чем он был наполнен, как мы относились к людям вокруг себя, к знакомым и незнакомым, к родным и близким, и даже совершенно посторонним. Все это важно для Бога, и все это принимается им на свой счет. Именно по этим делам и по этим поступкам, совершенным или наоборот несовершенным нами, тогда, когда следовало бы их совершить, именно за это и будет с каждого из нас спрошено на великом и страшном суде. Именно за это рано или поздно придется каждому из нас ответить. Субтитры создавал DimaTorzok